Что происходит при развитии пневмонии? Какие симптомы должны насторожить? Что делать при подозрении на пневмонию? Смотрите видео до конца, мы вам поможем разобраться, по каким признакам можно заподозрить воспаление легких. В холодное время года увеличивается количество больных, переносящих респираторные заболевания. Острые респираторные вирусные инфекции вызывают более двухсот различных возбудителей. Они проявляются катаральными проявлениями – кашель, насморк, першение и боль в горле, и интоксикации, обусловленной воздействием токсинов, выделяемых вирусами и бактериями в процессе жизнедеятельности. Сымптомами интоксикации являются высокая температура, ломота в теле, головная боль и боли в суставах, слабость и отсутствие аппетита. В некоторых случаях болезнь осложняется присоединением другой микрофлоры, в результате чего простое респираторное заболевание осложняется очагами воспаления, которые могут быть в бронхах, придаточных пазухах, среднем ухе и легких. Что происходит при развитии пневмонии? Одним из наиболее часто встречаемых и тяжело протекающих осложнений является пневмония или воспаление легких. При развитии пневмонии возбудители перемещаются в альвеолы – это такие структурные образования легочной ткани, в которых происходит газообмен, поступает в организм кислород и выделяется углекислый газ. Когда на мембранах, через которые осуществляется диффузия газов, появляются возбудители, она перестает нормально функционировать, значит уменьшается количество поступающего в организм кислорода, развивается гипоксия, вследствие большого количества микроорганизмов повышается температура, усиливается интоксикация. Какие симптомы должны насторожить? Заподозрить пневмонию можно по следующим клиническим проявлениям – повторному повышению температуры до высоких цифр, если пневмония развивается как осложнение респираторного заболевания. Выраженная лихорадка, сопровождающаяся ознобом, показателями термометра часто выше 39 градусов. Осложнения развиваются обычно на 5-7 дни от начала заболевания, но могут и раньше. Поэтому высокая температура – это всегда подозрение на воспаление легких. Интенсивный влажный кашель, заложенность в груди, кашель глубокий, мокрото-слизисто-гнойного характера. Часто выделяется с трудом, кашель усиливается в положении лежа, особенно на одном боку. На том, с какой стороны развивается воспалительный процесс. Одышка, то есть ощущение нехватки воздуха, учащенное дыхание, усиление одышки при любой физической активности, даже при поворотах с боку на бок в постели. Появление боли в грудной клетке, усиливающейся при глубоком дыхании и кашле. Боль может носить локальный характер, а может быть простреливающий или колющий. Интенсивное сердцебиение, тахикардия, которая опережает повышение температуры тела. Бледность кожных покровов, возможно появление некоторой синевы слизистых оболочек. Сильная слабость, повышенная потливость. Слабость такая, что с трудом можно встать с постели, а потливость больше выражена в ночное время во время сна. Полное отсутствие аппетита, повышенная жажда. Наличие таких проявлений должны насторожить на возможности развития пневмонии. Особенно стоит задуматься, если состояние прогрессивно ухудшается, симптоматика нарастает, держится высокая температура, присоединяется резкая слабость. Все эти симптомы чаще сигнализируют о развитии пневмонии, но могут быть и проявлением других осложнений, либо тяжелого течения некоторых респираторных инфекций, таких, например, как грипп. С другой стороны, есть особые возбудители, к ним относятся микоплазмы и хламидии, при которых легочные поражения не сопровождаются выраженной характерной симптоматикой. Заподозрить пневмонию такой этиологии можно, если длительно сохраняется небольшая температура, особенно в вечерние часы. Никак не проходит малоинтенсивный, но почти постоянный кашель. Выражена слабость и потливость. Что делать при подозрении на пневмонию? При подозрении на развитие воспалительного процесса в легких следует немедленно обратиться к врачу. При сочетанном вирусно-бактериальном поражении легких, что характерно для гриппа и ковида, болезнь может быстро прогрессировать. В таких случаях проводятся дополнительные обследования, рентген или КТ органов грудной полости, общий анализ крови. С учетом состояния больного решается вопрос о необходимости госпитализации. При любом заболевании не стоит заниматься самолечением, надо показаться врачу и выполнять все предписания медицинских работников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова